Тайны Мезозойской эры. Триасовый период. До наступления Триаса все материки существовали в виде единого гигантского супер материка Пангеи. С наступлением Триаса Пангей начала постепенно раскалываться на Гондвану и Лавразию. Начал образовываться Атлантический океан. Потепление климата вызывает высыхание многих внутренних морей. Последствия пермского вымирания очень негативно отразились на животном и растительном мире нашей планеты, но в течение первых 10 миллионов лет жизнь постепенно восстанавливалась и процветала. Изменение температуры в разных точках земли Триасового периода начало оказывать заметное влияние на растения и животных. Отдельные группы присмыкающихся приспособились холодным сезоном. От этих групп в Триасе произошли млекопитающие, а несколько позднее и птицы. Понижение температуры сильнее всего произошло в северных широтах. В остальных местах климат оставался теплым, поэтому немногочисленные присмыкающиеся, которые выжили, чувствовали себя хорошо. Благодаря жаркому климату очень быстро развивалась растительность. Большую роль в создании благоприятного климата играли морские беспозвоночные. Рифообразующие животные и аммониты. Начинается формирование рифов толщиной до тысячи метров. Это явление благоприятствует формированию экологической системы. Двустворчатые моллюски, водоросли, морские ежи, морские звезды, губки жили между кораллами и образовывали грубозернистый или мелкозернистый песок, заполнявший все пустоты кораллов. Некоторые головоногие моллюски, жившие в морях, достигали исполинских размеров. Диаметр раковин некоторых из них достигал 5 метров. Сегодня в морях обитают исполинские головоногие моллюски, например, кальмары, достигающие 18 метров в длину. Но в мезозойскую эру исполинских форм было намного больше. Это наутилоидеи, первые головоногие моллюски. На протяжении всей палеозойской эры наутилоидеи были наиболее распространенными морскими хищниками. Потом появились новые, более высокоразвитые головоногие, в том числе аммониты. Многочисленные аммониты практически исчезли при пермском вымирании, но к середине триасового периода популяция этих существ опять распространилась по всей земле. В морях появились новые моллюски, такие как устрицы. Устрицы зарывались в донный песок, пропускали через свои раковины воду и отфильтровывали из них частицы пищи. Появилось и множество новых брюхоногих моллюсков. Это улитки и их родственники. Начали появляться новые разновидности кораллов, креветок и омаров. Стали появляться предки морских лилий, морских ежей и морских звезд. В триасовых морях обитали известковые губки, мшанки, листоногие раки и острокоды. В пресных водоемах плавали древние акулы, а в морях было огромное количество различных моллюскоцидов. Появляются первые примитивные костистые рыбы. Акулы и костистые рыбы постоянно создавали конфликты между собой из-за добычи. Каждый вид старался доминировать перед другим. Со временем у рыб и акул развились челюсти, способные разгрызать панцири крабов и раковины моллюсков вроде мидий. Увеличилось разнообразие лучеперых рыб. Среди лучеперых появились хищники наподобие современной щуки. Крупнейшие триасовые лучеперые рыбы достигали 1 метра в длину. К примеру, заорихтис среди прочей пищи употреблял птерозавров. Их окаменевшие останки находили в желудках этих рыб. А вот хрящевые рыбы в триасовом периоде почти вымерли. Этот класс оказался под угрозой исчезновения. Жившие в кембрийском периоде примитивные бесчелюстные канадонты в триасе окончательно вымирают. Появились насекомые титаноптеры. Это были огромные кузнечики до 36 сантиметров в длину. Крупнейшими хищниками триасовых морей были водные рептилии. Нотозавры, похожие на ящериц, ловили рыбу при помощи своих острых зубов. Всем известные ихтиозавры могли догнать любую добычу благодаря своим выдающимся скоростным качествам. Крупнейшие плакодонты, похожие на тритонов, ползали по морскому дну, выискивая раковины, а затем раздавливали добычу мощными плоскими зубами. Самый знаменитый проторозавр – танистрофей. Танистрофей имел длинную и тонкую шею, которая была вдвое длиннее туловища. Это было наземное животное, и, вероятно, оно использовало свою изящную шею в качестве рыболовной удочки. Стоя у кромки воды, танистрофей мог дотянуться до рыб плавающих под водой в изрядном удалении от берега. В начале Триасового периода животный мир был одинаков на всей территории земной суши. Различные виды могли беспрепятственно распространяться по всей Пангеи, потому что на пути не возникало больших водных преград. Громадные стада растительноядных листрозавров совершали небольшие путешествия, а отдыхали эти животные возле озер и рек. Ученые находят в разных странах ископаемые останки этих животных. Это Китай, Индия, Южная Африка и даже Антарктида. В раннем Триасе бок о бок с ними добывали себе корм первые лягушки. Позже к предкам лягушек присоединились первые сухопутные и водные черепахи, а также крокодилы. Очень скоро водные черепахи и крокодилы вторглись в теплые моря. Эти существа быстро размножились и распространились по всему мировому океану. В Триасовом периоде доминирующим классом стали позвоночные. Причем из этого класса сильно выделялись четвероногие. Тогда и зародилась новая группа под названием рептиломорфы. Рептиломорфы не метали икру, а откладывали яйца. От рептиломорфов размножилась группа архозавроморфов, а от этой группы появилась самая многочисленная подгруппа под названием архозавры. Архозавры означает правящие рептилии. Первые архозавры были маленькими зверьками, которые охотились за мелкой дичью по берегам озер и рек. Впоследствии из этих животных стали развиваться крупные представители фауны. Самая большая группа триасовых архозавров называлась круротарцы. В отличие от первых динозавров, это были коренастые, мощные и относительно неповоротливые существа. А это семейство принадлежало классу архозавров из отряда тикодонтов. Ученые дали этим существам название фитозавры. Фитозавры вели полуводный образ жизни почти как современные крокодилы. Здесь выделяется семейство псевдопалатины, включающие в себя крупнейших почти наземных животных триаса до 12 метров. Третий большой отряд круротарцев – аэтозавры. Эти животные были растительноядными и имели костные пластины на коже, а некоторые обзавелись и рогами. Типичная длина аэтозавра была от 3 до 5 метров. Также в триасовом периоде появился отряд прозауроподов. Это были прямые потомки всех динозавров. В отличие от истинных зауроподов, прозауроподы сохранили стабильность вставать на задние ноги и объесть листву с верхушки особо высокого дерева. Крупнейшим семейством триасовых прозауроподов были платыозавриды, достигавшие от 7 до 10 метров в длину и весили почти тонну. Следующим большим семейством триасовых прозауроподов являлись риу-жазавриды, достигавшие примерно таких же габаритов, как и платыозавриды. Но отряд настоящих зауроподов в триасе только начинает формироваться. Другая большая группа триасовых животных. Это тераподы. Это единственный отряд хищных динозавров. Все другие динозавры были растительноядными. Еще одно семейство тераподов возникло в триасовом периоде. Это были герерозавры, которые достигали от 2 до 6 метров в длину и весили от 30 до 350 килограмм. В триасовом периоде также появились два рода птицетазовых динозавров. Маленькие и проворные растительноядные существа достигали до 1 метра в длину и 10 килограммов весом. В конце триасового периода, в эволюции жизни на Земле, произошли два важных события. Одно из событий случилось на суше и ознаменовалось появлением первых млекопитающих. Второе событие произошло в воздухе и было связано с пришествием птерозавров. Вешельтизавр — это была небольшая ящерица, жившая в Пермском периоде, которая пыталась подняться в воздух. Вешельтизавр не имел настоящих крыльев, но это существо планировало с дерева на дерево, как современные белки-летяги. Птерозавры представляли собой особую ветвь архозавров, отделившуюся в триасе от генеральной линии. Эти маленькие архозавры обзавелись кожистыми крыльями и научились летать. Питались первые птерозавры насекомыми. Особый представитель триасовых архозавров — протоавис, предок всех птиц. Впрочем, не все палеонтологи согласны с тем, что он предок всех птиц. Еще одна группа архозавров — рептилий, растительноядные ринхозавры. Челюсти и зубы ринхозавров были отлично приспособлены для того, чтобы резать и рубить твердые растения. Появились эопаркирииды, которые были похожи на мелких динозавров, но не были родственниками. Это были очень проворные существа. Эопаркирииды могли перебегать водоемы по поверхности, как современные ящерицы-василиски. Липидозавроморфы — это существа, от которых произошли современные змеи и ящерицы. Среди предков пресмыкающихся выделилась особо большая группа — завроптеригии. Это были существа, перешедшие к водному образу жизни, наподобие современных тюленей. Из завроптеригий известен самый популярный вид под названием нотозавр. Другая интересная группа завроптеригий — плакодонты. Плакодонты пытались занять экологическую нишу морских черепах, но никакого отношения к черепахам эти представители липидозавроморфов не имели. В длину плакодонты достигали от 90 сантиметров до 2 метров. Не у всех плакодонтов панцирь был хорошо развит. У некоторых имелись лишь отдельные костные пластины, почти незаметные. Триасовый период ознаменовался появлением плезиозавров. Но пока эти обитатели были небольших размеров, не больше 2 метров. Среди завроптеригий особо выделялся пистозавр. Длина пистозавра составляла около 3 метров, а вес был до 450 килограммов. У пистозавра была очень длинная шея и весьма жесткий хребет. Конечности были представлены плавниками в виде весел. Пистозавр питался исключительно рыбой, обладая зубами, идеальными для ловли. В триасовом периоде появились первые клювоголовые ящерицы, близкие к современной готерии. В воде процветали различные виды ихтиозавров. Эти четвероногие, подобно современным дельфинам и китам, окончательно перешли к водному образу жизни. Ихтиозавры со временем приобрели гидродинамическую форму и стали живородящими. Огромные круглые глаза у ихтиозавров объясняются тем, что эти животные не пользовались эхолокацией, как киты или дельфины. Ихтиозавры полностью полагались на свое зрение и можно сказать, что глаза хищников совершили огромную эволюцию и трансформацию. Лапы у ранних ихтиозавров превратились в плавники. Это стало огромным преимуществом при поиске добычи в огромном океане. Ихтиозавры стали увеличиваться в размерах и разделяться на многочисленные виды. Самым крупным среди семейств ихтиозавров считается шастозавр. Самая крупная особь шастозавра достигала в длину 23 метров и весила до 40 тонн. Шастозавр стал рекордсменом по размерам среди триасового и предыдущих периодов. В триасовом периоде появляются первые настоящие черепахи. Панцирь у черепах был еще не сформирован, и эти присмыкающиеся не могли прятать голову и лапы при опасности. Триасовый период наполнился самыми разнообразными ящерицами. В самом начале мезозоя масштабное вымирание еще продолжалось. Оно сильно ударило по группе синопсид рептиломорфов. Самая большая группа цинодонтов, или собакозубых, оставалась на вершине пищевой цепи. Цинодонты были быстроногими хищными рептилиями, нападавшими на стадами длительных растительноядных животных. В конце триаса цинодонты дали начало настоящим млекопитающим, таким как предки современных мышей и землероек. Кроме перечисленных представителей синопсид, также еще встречались небольшие тероцефалы, пережившие пермско-триасовое вымирание. К самой немногочисленной группе животных в триасе можно отнести всех земноводных. К этой группе относились капитозавры. Это были крупные крокодилообразные существа от 2 до 6 метров в длину. Среди анфибий триаса известны мелкие существа, такие как трематозавры и плагиозавры. Среди новых видов появились также метапозавры и чигутизавры, достигавшие до 3 метров в длину. В триасе появилась первая лягушка – триада батрахус. В отличие от современных лягушек, у этого 10-сантиметрового животного был маленький хвостик, больше похожий на отросток. Примерно 225 миллионов лет назад возникла группа рептилий, которых назвали текодонтами. Текодонты вели водный образ жизни и плавали при помощи мощного хвоста, загребая при этом задними ногами, которые были намного больше передних. Когда ранние текодонты вышли из воды на сушу, сильные задние ноги этих животных быстро приспособились к ходьбе по твердой земле. Чуть позже текодонты стали не только быстро ходить, но и быстро бегать. При ходьбе эти животные использовали четыре лапы, но зато бегать рептилии могли, используя только задние ноги. За последующие 20 миллионов лет текодонты развились в первых на земле динозавров. Стегоцефалы. Это были малоподвижные животные с небольшим туловищем, маленькими конечностями и крупной головой. Стегоцефалы при охоте применяли засаду. Хищники ждали, пока добыча будет проходить мимо и внезапно атаковали жертву. Мастодонозавры. Черепа этих животных достигали одного метра в длину. Мастодонозавры по внешнему виду напоминали огромных лягушек. Эти гигантские лягушки охотились на рыб и поэтому редко оставляли водную среду. Болота становилось меньше и мастодонозавры вынуждены были заселить все более глубокие места, часто скапливаясь в большом количестве. Вот почему теперь находят много скелетов этих животных на небольших участках. В триасе появляется очень много групп самых разнообразных животных, но к концу периода все вышеперечисленные виды животных вымирают. Опустевшие ниши вымерших животных заполняют новые существа. Динозавры и прочие рептилии стали доминирующей группой наземных животных. Среди динозавров появляются тераподы и прозауроподы. Тераподы передвигались на хорошо развитых задних конечностях, имели тяжелый хвост, мощные челюсти, небольшие и слабые передние конечности. По величине эти животные были от нескольких сантиметров до 15 метров. Тераподы были абсолютными хищниками. Прозауроподы питались, как правило, растениями. Некоторые из них были всеядными животными. Ходили травоядные на четырех ногах. Прозауроподы имели небольшую голову, длинную шею и хвост. Плезиозавры обитали в море, но иногда выходили на берег. Хищники достигали 15 метров в длину и питались рыбой. Также стоит упомянуть еще кое-что. Это хиротериум или хиротерий. Это не живое существо. Ученые так называют ископаемый триасовый след. По совпадению эти следы выглядят удивительно похожими на руки обезьян, людей и медведей. Следы хиротерия были впервые обнаружены в немецких триасовых песчаниках в 1834 году, а затем в Англии в 1838 году. Такие же следы были найдены до того, как были известны динозавры. Теории о том, какому животному принадлежат эти следы, совершенно разнообразны, но к единому мнению пока никто не пришел. В море появляется много присмыкающихся, которые, несомненно, произошли от материковых предков. Быстро развились черепахи с широким костяным панцирем, дельфинообразные ихтиозавры и исполинские плезиозавры с маленькой головой на длинной шее. Ихтиозавр имел ряд однородных зубов. У черепах зубы исчезают. Пятипалые конечности ихтиозавров превращаются в хорошо приспособленные для плавания ласты. Начиная с триасового периода, присмыкающиеся, перешедшие жить в море, постепенно заселяют все более обширные пространства океана. Тайны Мезозойской эры. Юрский период. 199 миллионов лет назад заканчивается триасовый период. Наступает время Юрского периода. Продолжается активный распад суперматерика Пангея. После массового вымирания природа начала постепенно восстанавливаться. Но после раскола гигантского материка животные уже не могли свободно передвигаться по всей планете. Обильные дожди начали пропитывать влагой древние триасовые пустыни. Мир вновь стал более зеленым, с более пышной растительностью. Когда Пангея начала раскалываться, возникли новые моря и проливы, в которых нашли прибежище, новые типы животных и водорослей. Губки и мшанки, морские звезды и морские лилии. Значительное распространение получили в Юрский период пятирукие морские лилии. Образовались гигантские коралловые рифы, приютившие многочисленных аммонитов. Появились предки осьминогов и кальмаров под названием белемниты. В Юрских морях было большое множество различных видов рыб. Это скаты и акулы, а также костные, хрящевые и гоноидные рыбы. Лучеперые рыбы заняли доминирующую нишу в Юрском периоде. Самая большая лучеперая рыба того времени – это литсихтис. Морское существо достигало 16 метров в длину и питалось планктоном, как современные киты и китовые акулы. В Юрском периоде появились первые сельдеобразные. Хрящевые рыбы продолжают пребывать в упадке, видимо из-за того, что ихтиозавры и завроптеригии успешно конкурируют с акулами. В этот период вымирает одна из древнейших акулообразных – геликоприон, который был известен еще с каменно-угольного периода. В Юрском периоде аммонитов стало меньше, чем в Триасе. Белемниты были близкими родственниками современных каракатиц и кальмаров. Эти морские обитатели имели внутренний скелет сигарообразной формы. Белемниты, подобно современным осьминогам и кальмарам, вырабатывали чернильную жидкость и использовали ее для создания дымовой завесы, когда пытались спастись от хищников. В морях юрского периода получили значительное развитие также двустворчатые моллюски, особенно принадлежащие к семейству устриц. Среди брюхоногих моллюсков юрского периода присутствуют два рода, дожившие без изменений до наших дней – это прудовики и катушки. Морские ежи постепенно эволюционируют, превращаясь из продолговатой формы в круглую. На суше, в озерах и реках обитало множество разных видов крокодилов, широко расселившихся по земному шару. Положили свое начало и морские крокодилы с длинными рылами и острыми зубами для ловли рыбы. Некоторые разновидности крокодилов даже отрастили ласты вместо ног, чтобы удобнее было плавать. Хвостовые плавники позволяли крокодилам развивать в воде большую скорость, чем на суше. Появляются новые роды ископаемых черепах, а современные черепахи появляются уже в конце юрского периода. Появилось огромное количество видов плезиозавров и ихтиозавров, которые серьезно соперничали с новыми быстроходными акулами и чрезвычайно подвижными костными рыбами. В пресноводных водоемах обитало большое количество земноводных. Это почти современные саламандры, лягушки и червяки. Появляется много ракообразных. Это усоногие, десятиногие, листоногие раки и пресноводные губки. Как известно, первые ихтиозавры появились еще в периоде. В юрском периоде эти рептилии идеально приспособились к жизни. Хотя ихтиозавры относились к рептилиям, по их ископаемым останкам можно предположить, что эти животные были живородящими и производили на свет готовое потомство, как млекопитающее. Возможно, детеныши ихтиозавров рождались в открытом море, подобно китам. Плезиозавры также были большой группой хищников, обитавших в юрских морях. У плезиозавров было толстое туловище с четырьмя листообразными конечностями и длинная змеевидная шея с маленькой головой. Морские хищники охотились за косяками небольших рыб при помощи своих гибких шей. Еще одна группа короткошеих хищных рептилий — это плеозавры. Плеозавры проводили жизнь на больших глубинах. Некоторые крупные плеозавры охотились также на менее крупных плезиозавров и ихтиозавров. Юрские моря были относительно мелководными, поэтому в подобных местах хорошо сохранились остатки животных, занесенные морскими течениями или волнами. Большая растительность юрского периода способствовала широкому распространению присмыкающихся. Самые первые динозавры появились более 200 миллионов лет назад. За 140 миллионов лет своего существования эти популярные существа эволюционировали во множество самых разнообразных видов. Динозавры распространились по всем материкам и приспособились к жизни в самых различных средах обитания. Одни динозавры были не крупнее белки, а другие весили более 15 взрослых слонов вместе взятых. Одни тяжело переваливались на четырех ногах, другие бегали на двух ногах быстрее, чем олимпийские чемпионы в спринте. Благодаря динозаврам появилась такая наука, как палеонтология. Итак, большинство динозавров юрского периода относятся к отряду заврисхии. Но существовал также отряд птицетазовых динозавров или отряд орнитисхии. Отряды делились на подотряды, среди которых выделялись самые известные зауроподоморфы. Подотряды, в свою очередь, делились на инфраотряды. Самый популярный инфраотряд – это зауроподы. Зауроподы передвигались на четырех ногах и имели на ступнях по пять пальцев. Основная пища была растительная. Зауроподы имели длинную шею, маленькую голову и длинный хвост. На данный момент между знатоками палеонтологии идут нешуточные споры по поводу, могли ли динозавры иметь два мозга. Одни утверждают, что второй мозг был у таких существ, как стегозавр. Другие же яростно опровергают эту теорию. Зауроподы с длинными шеями бродили по юрским саванам и выедали всю растительность, до которой могли дотянуться. После прохождения стада зауроподов густой лес превращался в безжизненную пустыню. Зауроподы вели стадный образ жизни. У некоторых видов взрослые особи заботились о детях и подростках. У других видов зауроподов дети росли отдельно от родителей, а в стадо вливались уже подросшие особи. В серии фильмов про парк юрского периода показывают, что зауропод жует листья и ветки. На самом деле зауроподы откусывали и сразу проглатывали растительность. Пища попадала в желудок и уже там перетиралась с помощью камней, которые животные заглатывали заранее. А это самое многочисленное семейство юрских зауроподов. Диплодоки и их многочисленные разновидности. Самым крупным зауроподом считается амфицелий. Масса этого животного достигала до 150 тонн, а длина до 50 метров. Большинство особей семейства диплодоков не превышало 25 метров и вес был не более 40 тонн. К семейству диплодоковых относились такие животные, как суперзавр, апатозавр и, конечно, сам диплодок. Диплодок появился раньше многих зауроподов и является древнейшим динозавром. В длину этот травоядный достигал до 28 метров. Суперзавр из этого же семейства большую часть своей жизни проводил на болотах и озерах, где пасться и спасался от хищников. Апатозавр или бронтозавр был достаточно высоким, имел большой горб на спине и очень толстый хвост. Как и все диплодоки, апатозавр предпочитал жить в болотистых местностях. От семейства диплодоков произошло еще одно семейство под названием дикриозавры. Это были небольшие животные по сравнению с диплодоками, не больше 10 метров в длину и не больше 4 тонн весом. Это семейство макронарий. Самое разнообразное семейство после диплодоков. Различий у этих зауроподов с зауроподами-диплодоками было немного. Эти животные издавали более громкие звуки, чем диплодоки за счет больших кожаных мешков, расположенных под носом. Самым популярным видом среди макронарий были брахиозавры. Брахиозавры могли доставать листья с более высоких деревьев. Диплодоки этого делать не могли. Несмотря на то, что все макронарии были небольшими, брахиозавр был настоящим гигантом. Длина среднего животного была до 27 метров, а вес до 50 тонн. Ежедневно брахиозавру было нужно питание в размере 500 килограмм зеленой массы. Самыми маленькими зауроподами юрского периода считались анхизавры – до 4 метров в длину и всего до 30 килограмм весом. У какого зауропода была самая длинная шея? У маминчизавра. При общей длине тела 25 метров длина шеи травоядного составляла 15 метров. В юрском периоде также существовали примитивные зауроподы – это были вулканодонты, предки диплодоков и макронарий. У этих динозавров кости не были пустотелыми, как у продвинутых зауропод, а были почти сплошными. Шея у животных была короткой, а тело не было приспособлено для тотального поедания растительности. Вулканодонты могли есть траву и объедать деревья, но в гораздо меньшем количестве, чем потомки. Вес этих животных мог доходить до 48 тонн, а длина – до 18 метров. Еще один предок зауроподов, обитавший в начале юрского периода – шунозавр. Это животное отличалось от других представителей прозауроподов тем, что имело булаву на хвосте. Этим оружием шунозавр защищался от врагов. В середине юрского периода прозауроподы не выдержали конкуренции с эволюцией и тихо вымерли. Ну и конечно, в юрском периоде процветал подотряд тероподов. Тероподы представляли собой всех хищных динозавров на нашей планете. Хищники передвигались на двух ногах, которые практически не отличались от птичьих. Многие тероподы насиживали яйца, как птицы. У некоторых теропод были перья. Долгое время считалось, что птицы произошли от теропод. Сейчас большинство палеонтологов сходится на том, что птицы отделились от основной линии архозавров еще в триасе, а сходство теропод с птицами – просто шутки параллельной эволюции. Передние конечности теропод внешне похожи на человеческие, но строение костей и мышц у теропод совсем другое. Их руки были гораздо меньше подвижные, чем у нас. Тероподы не могли вращать кистью, поворачивая ее ладонью вверх или вниз. А у некоторых хищников пальцы на руках вообще не гнулись. Итак, какие тероподы обитали в юрском периоде? Отряд под названием целофизоиды. Эти проворные хищные твари достигали до полутора метров в длину и весили до 300 кг. Мелкие целофизоиды не были настоящими хищниками. Они питались насекомыми и падалью. Более крупные виды охотились на зауропод и прозауропод, когда эти животные были небольшого роста. Самым крупнейшим целофизоидом считался дилофазавр. Идут громкие споры среди палеонтологов о том, как выглядел дилофазавр. Имело ли это животное капюшон и плевалось ли оно ядом? Большой вопрос. Еще одну линию теропод представляли циратозавры. Ученые очень часто зачисляли новые и неизвестные виды динозавров к циратозаврам, и поэтому этот подотряд стал очень многочисленным. В нем были животные от 1 метра и до 12 метров, а вес мог колебаться от нескольких килограмм до 1 тонны. Некоторые циратозавры перешли к растительноядному образу жизни. Потом тероподы разделились на совершенных и несовершенных хищников. Совершенные хищники стали называться титанурами. Самыми древними представителями титанур являлись креолофазавр и певетяозавр. Креолофазавр интересен тем, что обитал в Антарктиде и спокойно переносил зимние морозы. Следующим семейством юрских теропод были мегалозавриды или огромные ящерицы. Мегалозавриды — это крупные хищники до 12 метров в длину и до 5 тонн весом. Эти звери охотились на молодых особей крупных зауропод, а также поедали тела старых особей, умерших своей смертью. Самый огромный хищник из этого семейства был торвозавр. Торвозавр обладал громадными острыми зубами, похожими на зубья пилы. С помощью таких зубов хищник разрывал плоть своих жертв. Мегалозавриды заселили все районы земного шара. Палеонтологи находили останки и в Северной Америке, и в Европе, и в Африке. В самом начале своей эволюции особи этого семейства были хрупкими и маленькими, но поздние мегалозавриды были настоящими гигантскими чудовищами. Мускулистые передние конечности помогали при охоте на крупных растительноядных динозавров. Острые когти, несомненно, оставляли ужасные рваные раны в боку, захваченные врасплох жертвы. Могучая шея хищника позволяла ему со страшной силой вонзать кинжаловидные клыки глубоко в тело добычи и вырывать из нее громадные куски еще теплого мяса. Еще один инфраотряд тероподов, который заслуживает внимания, это карнозавры. Размеры юрских карнозавров составляли до 12 метров, а вес до 5 тонн. Самым известным из карнозавров был аллозавр. Несмотря на большие размеры, аллозавры были весьма подвижны. На короткой дистанции хищники развивали скорость до 55 км в час, а сильные и ловкие руки аллозавра позволяли уверенно хватать мелкую верткую добычу. Многие палеонтологи считают, что аллозавры собирались в стаи и атаковали стада зауропод, выбирая относительно небольших особей. Также есть теория о том, что взрослые аллозавры заботились о потомстве, в частности отдавали детям часть добытого мяса. Кстати, аллозавр не был самым большим карнозавром. Самым большим карнозавром был Эпантериас. Этот теропод в длину достигал около 12 метров, что делало это животное больше аллозавра. Эпантериас, как и аллозавр, наверняка мог использовать свою челюсть как топор, ударяя в жертву. Все остальные тероподы относятся к целурозаврам. Многие из хищников имели перья, подобные перьям современных птиц. Долгое время птицы считались потомками целурозавров. Общим предком всех целурозавров считается процератозаврус. Подотряд целурозавров состоит из трех инфраотрядов. Это четырехметровые динозавры целуриды. Второй инфраотряд представляют кампсагнатиды – маленькие тероподы до 3 кг веса. Рацион питания этих маленьких хищников состоял из грызунов и насекомых. И третий инфраотряд состоял из тиранозавридов. Юрские тиранозавриды были предками знаменитого тиранозавра. Хищники были не более 4 метров в длину и имели примитивное пуховое оперение. Ну а все дальнейшие тероподы носят общее название манерапторы. Изначально считалось, что это прямые предки птиц. Но оказалось, что манерапторы не имеют к птицам никакого отношения. Вот так выглядит один из подотряда манерапторов. Эпидексептерикс. Такие существа сначала были не более 2 метров в длину, а потом и вовсе стали уменьшаться. Эти мелкие хищники в основном вели древесный образ жизни. Знаменитый стегозавр – малоподвижный, бронированный, растительноядный динозавр. Это животное относилось к подотряду тереофоров. Размеры стегозавров варьировались от 4 до 12 метров. Вес от 150 килограмм до 4,5 тонн. Огромные гребни на спине и опасные шипы на хвосте были необходимым оружием против хищников. Стегозавры паслись стадами. Взрослые особи заботились о детях. Также из подотряда тереофоров выделялся второй инфраотряд – это анкилозавры. Эти животные полагались на более мощную пассивную защиту. Тело анкилозавра было покрыто костными пластинами. В юрском периоде анкилозавры только формировались. Панцири юрских травоядных были еще не очень прочными. В длину юрские анкилозавры достигали 4 метров и весили 1 тонну. А это подотряд птицетазовых динозавров – цераподы. Основной инфраотряд цераподов представляли орнитоподы. Эти растительноядные динозавры обитали в лесах и не защищались от хищников, а просто убегали от них. В длину юрские орнитоподы достигали до 8 метров и весили до 700 килограмм. В конце юрского периода от орнитопод отделились маргиноцефалы, которые начали отращивать рога на голове. В подотряде птицетазовых динозавров особняком стоит семейство гетеродонтозавров. Это единственные динозавры, у которых были резцы, клыки и коренные зубы, почти как у млекопитающих. Гетеродонтозавры занимали в юрском периоде экологическую нишу современных свиней. Животные выкапывали из землекорения передними конечностями, разгрызали своими продвинутыми зубами шишки и орехи, не брезговали насекомыми, а при случае ловили и ели мелких зверьков. Также в юрском периоде существовали отдельные виды птицетазовых динозавров, которые не входили ни в одну из больших групп. Появляется множество мелких хищников с клювовидными челюстями. Это чешуйчатые липидозавры. Сегодня в современной Африке живут стадные животные, такие как газели, буйволы и зебры. Огромные многотысячные стада мигрируют с одной части Африки на другую. В юрском периоде зародилось нечто похожее. Тысячи гадрозавров, сбившись в стадо, путешествовали по древним землям нашей планеты. Гадрозавры щипали низкорослую растительность своими роговыми клювами, а затем пережевывали ее крепкими коренными зубами. После триасово-юрского вымирания выжил единственный надотряд руроратцев. Это были крокодиломорфы. В самом начале юрского периода доминировали сфеназухи. Эти животные достигали всего до полутора метров длиной. Другие представители крокодиломорфов были еще меньше. Протазухи. В длину достигал одного метра, а вес был не более 40 килограмм. Со временем группа эволюционировала и разделилась на несколько новых групп. Более продвинутую группу представляли талатазухи. Это были морские крокодилы, у которых лапы превратились в плавники. Талатазухи делятся примерно пополам на два семейства. Это метриоринхиды и телеозавры. Метриоринхиды достигали в длину 6 метров и обитали в открытом море. Морские хищники обзавелись хвостовым плавником и приучились пить морскую воду. Подобно морским черепахам, метриоринхиды выходили на берег только чтобы отложить яйца. Телеозавры могли вырастать до 9 метров и обитали у берегов. По виду и поведению эти существа практически не отличались от современных крокодилов. Предки современных крокодилов относились к группе неузухов. Это были гониофилидиды, которые могли достигать до 4 метров в длину и выглядели почти как современные крокодилы. И маленькие крысоподобные сухопутные атопозавриды. В юрском периоде резко ускорилась эволюция насекомых. Древняя природа наполнилась нескончаемым жужжанием и потрескиванием, которое издавало множество новых видов насекомых, ползающих и летающих повсюду. Среди них были предки современных муравьев, пчел, уховерток, мух и ос. Появляется множество различных стрекоз, жуков, цикад, клопов и пауков. Позднее в меловом периоде произошел новый эволюционный взрыв, когда насекомые начали налаживать контакты с только что появившимися цветковыми растениями. В юрском периоде в воздух поднялись тысячи птерозавров. Это были первые и самые крупные летающие позвоночные животные, относящиеся к архозаврам. Взлет эволюции этих животных пришелся на юрский период. Самые известные птерозавры начала мезозоя были птеродактиль и рамфоринг. Рамфорингхи имели длинные хвосты, длинные узкие крылья и большой череп с многочисленными зубами. Рамфорингхи могли взлетать с земли. Хозяева неба селились на берегах рек, озер и морей. Размах крыльев рамфорингхов мог достигать двух с половиной метров. Птенцы рамфорингхов могли летать и самостоятельно питаться сразу после вылупления из яйца. Среди рамфорингхов выделяется семейство анорагнатиды. Это были маленькие насекомоядные рамфорингхи размером с воробья. В середине юрского периода от анорагнатид произошли птеродактили. Эти птерозавры обладали крыльями более эффективной конструкции и не нуждались в хвосте для маневрирования в воздухе. По размерам и образу жизни птеродактили ничем не отличались от рамфорингхов. Многие птеродактили имели на голове длинный окостеневший гребень для улучшения аэродинамики. Питались летающие существа рыбой, иногда морскими лилиями, моллюсками, насекомыми. Для того, чтобы взлететь, птеродактили вынуждены были спрыгивать со скал или деревьев. В юрском периоде появляются и первые птицы. Предками первых птиц являлись древние пресмыкающиеся псевдозухие, жившие в триасовом периоде и давшие начало также динозаврам и крокодилам. Известно три рода юрских птицеподобных существ. Архиоптерикс скорее манераптор, чем птица, а лонгиоптерикс почти наверняка птица. Нечто вроде современного зимородка. Но птицы в юрском периоде были еще большой редкостью. Еще один род животных, который стал расцветать в юрском периоде. Липидозавроморфы. Предки ящериц и змей. Большинство юрских липидозавроморфов относятся к завроптеригиям. Это морские пресмыкающиеся, ведущие образ жизни наподобие современных тюленей. Самый большой подотряд юрских завроптеригий – это плеозавры. Это крупные и очень крупные хищники с короткой шеей, удлиненной головой и большой пастью. Плеозавры могли достигать длину до 20 метров. Интересная особенность была у плеозавров. Это особая конструкция ноздрей, которые служили не для дыхания, а исключительно для обнюхивания воды. Плезиозавры отличались от плеозавров маленькой головой на длиной шее. Плезиозавры тоже были хищниками, но питались более мелкой добычей. Длина юрских плезиозавров составляла от 5 до 8 метров. Ящериц в юрском периоде было немного. Больше половины составляли клювоголовые ящерицы, типа современной готерии. Некоторые из ящериц жили в пресноводных водоемах. Род синапсид юрского периода состоял из примитивных животных. Наподобие современных утконосов и ехидн. Единственное известное исключение – недавно открытый боброхвост выдрообразный. Этот зверь достигал в длину 42 сантиметров. Также интересен фруйтофосор, первый в истории земли муравьед, размером с бурундучка. Среди млекопитающих появились хищники. Некоторые из этих животных приспособились к жизни на деревьях. В это же время, примерно 160 миллионов лет назад, появляются и первые плацентные млекопитающие. Например, прародитель всех плацентных – Джурамайосиненсис. Тайны мезозойской эры. Меловой период. Мезозойская эра подошла к концу. Последний и самый насыщенный доисторическими обитателями меловой период. В течение мелового периода на нашей планете продолжался великий раскол материков. Климат уже был не таким жарким и подходящим для животных юрского периода. На северных территориях нашей планеты была настоящая зима со снегом. Но все равно температура мелового периода была выше, чем сегодня. В меловом периоде жизнь достигла, пожалуй, самого наибольшего разнообразия. Такого большого разнообразия жизни на Земле не было никогда. Ни до, ни после. На протяжении этого замечательного периода не происходило никаких масштабных катастроф. Эволюция протекала медленно и спокойно. Появились цветковые растения, которые ослабили эрозию почвы. В результате этого события в океан стало меньше поступать минералов. Все это привело к уменьшению разновидности биомассы. Глубины океана стали не такими насыщенными и сказочными, как раньше. Но из-за цветковых растений сильно возросла масса наземной растительности. Рост численности цветковых растений способствовал росту численности насекомых, питающихся нектаром и переносящих пыльцу. А также животных, поедающих плоды и распространяющих семена. Появились насекомые, которые вообще не могли жить без цветковых растений. Это бабочки и пчелы. Птицы и млекопитающие поедали плоды и разносили семена на большие расстояния, распространяя растения на новые участки материков. Возросла популяция мелких животных. Цветковая растительность образовывала большие густые заросли, в которых прятались мелкие грызуны, ящерицы и змеи. В меловом периоде появилось много отрядов двустворчатых моллюсков типа мидий и брюхоногих моллюсков типа улиток. Аммонитов стало меньше. Места этих существ заняли белемниты. Появились новые обитатели – мелкие креветки, крабы и омары. Появляются первые нумулиты. Это вид кораллов, которые образовывали рифы. Гигантские моллюски очень быстро распространились в океанах мелового периода. Это иноцерамусы, достигавшие одного метра в диаметре. И платицерамусы, которые могли достигать до трех метров в диаметре. По своему внешнему виду брюхоногие и двустворчатые моллюски уже практически не отличались от современных. В меловых морях плавали немногочисленные кальмары, осьминоги и наутилоиды. Самым процветающим классом рыб в меловом периоде были, как и сейчас, лучеперые рыбы. Самыми большими из класса лучеперых являлись рыбы, такие как протосферена, достигавшая трех метров в длину, и ксифактин размером до шести метров. В меловом периоде появились первые хороцениды, лососи и щуки. Современная щука возникла именно тогда и ничуть не изменилась с тех времен. Меловые акулы постепенно начали выглядеть как современные акулы и достигали в длину семи метров, а скаты – один метр. В морях еще встречались некоторые виды юрских плезиозавров и ихтиозавров. Потомки вымерших в начале мелового периода ихтиозавров достигали 20 метров в длину и имели по две пары коротких ластов. Хозяевами морей считались свирепые морские плезиозавры мелового периода, вроде элосмозавров, а также гигантские мозозавры. Добыча этих хищников состояла из всех видов рыб, населяющих океан. Гиганты не были сильно разборчивы в еде. В те времена в Мировом океане плавали гигантские морские черепахи-архелоны, не спеша разгребая ластами теплую воду в поисках пищи. В длину архелоны достигали почти четырех метров. Крупнейший из известных экземпляров архелона, найденный учеными, был длиной 480 сантиметров, а расстояние между ластами достигало 530 сантиметров. Вес этой черепахи при жизни достигал 4 тонн. Тем временем на суше также происходило много интереснейших событий. От ящерицеобразных предков развились настоящие змеи. На территории современной Европы обитали большие ящерицы с длинными шипами на спине. В джунглях небольших меловых лесов ползали огромные питоны. Появились и некоторые новые виды морских птиц. Гесперорнисы были похожи на больших гагар. Повсюду летали пчелы, порхали мотыльки и прочие насекомые. Среди листвы прятались многочисленные пауки, подкарауливая свою добычу. Новые группы растений очень быстро образовывали огромные леса. Для наземных животных это стало настоящим райским местом. Разнообразные листья и прочая съедобная растительность давали возможность появлению новым животным. Леса заполнялись все новыми и новыми обитателями. Доминирующей группой животных в меловом периоде по-прежнему оставались динозавры. 49% всех родов меловых животных. Динозавры продолжали бурно эволюционировать. Новые виды возникали на всем протяжении мелового периода, достигнув пика своего процветания. Одним из самых крупных отрядов динозавров являлись ящеротазовые динозавры. Большинство тероподов — хищные двуногие динозавры. Тероподы становятся разнообразнее. Это объясняется тем, что становится больше и разнообразнее насекомых и млекопитающих. Наиболее примитивными из всех тероподов, доживших до мелового периода, являлись цератозавры. Отличительные способности цератозавра от других тероподов — это костяные бляшки на коже, как у крокодилов, и роговые гребни на морде, защищающие глаза и ноздри от отчаянных ударов несчастной добычи. К цератозаврам относятся два больших семейства. Первое семейство — это абелизавриды. Это были крупные хищники до 9 метров в длину и весом до полутора тонн. После раскола материка Гондвана было много островов, которые медленно путешествовали по океану, постепенно образовывая будущие материки. Африку, Австралию, Евразию, Южную и Северную Америки. Абелизавриды жили только в южном полушарии земли. Основной добычей хищников были молодые зауроподы и небольшие млекопитающие. Также любой из хищников спокойно питался падалью. Руки у большинства абелизаврид были очень короткие и с четырьмя пальцами. Среди абелизавридов выделяется подсемейство корнотавров. Это подсемейство включает в себя семь родов, которые произошли от одного предка. Интересен представитель абелизавридов под названием майунгозавр. Этот необычный хищник имел рог на лбу и необычные для динозавров бульдожьи челюсти, которыми удобно душить крупную и сильную добычу. Эти динозавры отличались свирепым нравом, много дрались между собой и с удовольствием поедали поверженных противников. Это единственный вид динозавра, для которого достоверно доказан регулярный каннибализм. Корнотавр также имел укороченную морду, но челюсти у него были слабые, зато пасть широко раскрывалась и позволяла глотать очень крупные куски пищи, не пережевывая. Кроме того, корнотавр имел полноценное бинокулярное зрение. Еще один хищник – раджазавр. Раджазавр почти не отличался от майунгозавра, кроме того, что весил до 4 тонн. Это намного больше, чем вес любого другого абелизавра. Второе семейство меловых циратозавров – ноазавриды. Эти животные были похожи на циратозавров, но были намного меньше абелизаврид. Всего до 2,5 метра в длину и весом до 50 килограмм. Исключением из этого семейства был Дельтадромеус. Дельтадромеус выделялся из ряда ноазаврид гигантскими размерами, достигавшими до 13 метров в длину и до 3,5 тонн весом. Лапы и мышцы Дельтадромеуса были невероятно сильными. Есть теория о том, что Дельтадромеус хватал и убивал крупную добычу не зубами, как большинство тераподов, а передними лапами. Теперь мы рассмотрим потомков юрского мегалозавра. Это надсемейство мегалозавроидов или спинозавроидов. Дело в том, что семейство мегалозавридов вымерло в самом начале мелового периода. Последним представителем этого семейства был афровинатор. Хищник достигал до 9 метров в длину. В конце юрского периода от мегалозавридов отделилось новое семейство. Спинозавриды. Подобно современным белым медведям, эти звери питались в основном рыбой. Но любой представитель этого семейства мог при случае съесть небольшого динозавра, если тот зазевается. А если хищник рыболов не питался долгое время, то мог и поймать довольно крупное животное. Челюсти у спинозавридов были длинными, тонкими и слабыми, как у дельфинов или гавиалов. Зубы хищников были многочисленными, но мелкими. Многие спинозавриды отрастили на спине кожистый парус, насыщенный кровеносными сосудами. Парус использовался как радиатор у автомобиля. Если парус обдувался ветром, то происходило охлаждение крови, которая шла по сосудам внутри. Особенно полезен был парус, если животному приходилось долго сидеть на берегу водоема под жарким солнцем и холодным ветром. Если хищник перегревался, то происходило расширение кровеносных сосудов в парусе. Если животное замерзало, то сосуды в парусе начинали сжиматься. Спинозавриды были очень крупными животными. Длина тела вместе с хвостом варьировалась до 18 метров, а вес мог достигать до 9 тонн. В это семейство входят крупнейшие наземные хищники всех времен. Теперь поговорим о потомках аллозавров. Карнозавры. Карнозавры имели хорошее обоняние, но при этом не отличались умом. Мозг хищников был примерно такой, как у крокодилов. Меловые карнозавры делятся на два семейства. Первое семейство носят название кархродонтозавриды. Это очень крупные животные, которые достигали до 13,5 метров в длину и весили до 6 тонн. Среди кархродонтозавридов выделяется 12-метровый акроконтозавр, обитавший в начале мелового периода на восточном североамериканском континенте. Хищник не умел быстро бегать, но зато имел очень сильные передние лапы, которыми прижимал жертву к себе и не давал вырваться. На случай долгого голодания на спине акроконтозавра имелся толстый жировой отсек, идущий вдоль почти всего позвоночника. Интересно, что пальцы на руках акроконтозавра гнулись в обе стороны, не только в сторону ладони, но и наоборот. В середине мелового периода все кархродонтозавриды вымерли. Второе семейство меловых карнозавров – это неовенаторы. Сюда входят не столь огромные животные – до 9 метров в длину и до 4 тонн весом. Это были уменьшенные версии аллозавров. Теперь стоит поговорить о более продвинутых тераподах. Это целурозавры. Эти животные быстро бегали, и многие из этих видов имели оперение, предназначенное не для того, чтобы летать, а для того, чтобы не замерзнуть. У крупных целурозавров, живших в теплом климате, в зрелом возрасте перья выпадали за ненадобностью. При равных размерах тела целурозавры имели вдвое больше мозг, чем у ранее рассмотренных тераподов. Строение мозга целурозавров стало ближе к птичьему, чем крокодильему. Самое известное подсемейство целурозавров – это тиранозавроиды. Размеры тиранозавроидов варьировались до 14 метров, а вес достигал 7 тонн. Тиранозавроиды встречались только в северном полушарии Земли, на осколках бывшего континента Лавразия. Причем на маленьких островах меловой Европы тиранозавроиды быстро вымерли. В южном полушарии их экологическую нишу заняли циратозавры и карнозавры. Семейство тиранозавроидов принадлежало к самым крупным плотоядным животным, когда-либо обитавшим на планете. Тиранозавроиды использовали передние лапки для удержания мелкой добычи перед загрызанием. Также, вероятно, самцы цеплялись маленькими лапами за самку при спаривании, чтобы не упасть. Также передние лапы служили помощью для того, чтобы хищник мог встать с земли после сна. В отличие от других тероподов, тиранозавриды могли не только отгрызать от туши куски мяса, но и нормально разделывать добычу. Эти тероподы могли разгрызать кости и высасывать костный мозг, разламывать грудную клетку и добираться до вкусных и питательных внутренностей. Самый большой и знаменитый тиранозаврид – это тиранозавр. В длину хищник достигал 14 метров. Череп длиной более метра имел большие острые зубы. Каждый зуб был величиной около 16 сантиметров. Взрослые тиранозавры были неповоротливы, зато хищники быстро бегали и при необходимости могли развивать скорость до 30 километров в час, но обычно двигались шагом со скоростью около 17 километров в час. Шаг тиранозавра составлял 4 метра. Бегать тиранозавры не любили, потому что при такой массе любое падение приводило к тяжелым травмам. На скелетах почти всех старых тиранозавров есть следы заживших переломов. Новорожденный тиранозавр был размером с новорожденного страусенка. К двум годам тиранозавренок достигал 30 килограмм. Десятилетний тиранозавр весил 1800 килограмм. Затем наступал период быстрого роста, и к 18 годам животное становилось половозрелым при массе тела около 4 тонн. Далее рост сильно замедлялся, но продолжался всю жизнь, которая у тиранозавридов была не очень долгой. Самый пожилой из известных экземпляров прожил 28 лет и весил в конце жизни 5,5 тонн. Тиранозавр рекс, возможно, известен лучше остальных динозавров. К тому же вполне вероятно, что это один из последних динозавров, когда-либо живших на земле. Другой представитель этого семейства был торбозавр. Благодаря мощным челюстям и крепким зубам торбозавры легко разгрызали толстый костяной панцирь травоядных скалозавров. Следующее на очереди семейство подотряда тераподов — это кампсагнатиды. Эти маленькие динозавры в юрском периоде были не больше петуха, но в меловом периоде стали крупнее — до 2,5 метра в длину и до 30 кг весом. Оперение кампсагнатидов было мягким и пушистым, как у современных киви. Питались кампсагнатиды ящерицами и млекопитающими. Маленький длиннохвостый синозавроптерикс. Это был единственный динозавр, у которого приблизительно известна прижизненная расцветка, как у современного енота. У синозавроптерикса были удивительно длинные указательные пальцы на руках, длиннее, чем предплечье. Еще одно подсемейство под названием орнитомимозавры. Это были динозавры средних размеров, до 6 метров в длину и до 440 кг весом. Существа были похожи на страусов и имели такие же маленькие головы с большими глазами. Многие орнитомимозавры отрастили себе клюв. Среди орнитомимозавров резко выделяется гигантский дейнохейрус. Это был самый длинный терапот за всю историю Земли. Животное могло достигать длины до 20 метров вместе с хвостом и весить до 9 тонн. Орнитомимозавры быстро бегали. Максимальная скорость тераподов составляла 80 км в час. Орнитомимозавры были всеядными. Хищники ели мелких зверьков, ящериц, лягушек, рыбу, яйца других динозавров. Также орнитомимозавры употребляли фрукты, которые обрывали прямо с деревьев, пригибая ветки руками. Манирапторы Среди манирапторов существовало самое странное надсемейство тераподов. Это были терезинозавры. Эти динозавры были растительноядными. Размеры этих тераподов могли достигать до 12 метров. Вес крупнейших экземпляров терезинозавра достигал больше 6 тонн, почти как у теранозавра. Вместо зубов у терезинозавров был большой и тупой птичий клюв. Существовали так называемые убийцы термитов. Альварес завромы. Небольшие динозавры, которые питались исключительно термитами. Еще один инфраатриат, которому стоит уделить внимание. Это авирапторы. Телосложение этих животных напоминало страусов. У многих животных на голове был петушиный гребень. Некоторые авирапторы были хищными, некоторые всеядными, некоторые растительноядными. Эта группа была очень разнообразной. Некоторые животные были размером с современный смартфон, а другие длиной до 8 метров. Некоторые авирапторы весили несколько грамм, а другие могли достигать до 2 тонн. А вот амимимы очень быстро бегали и могли развивать скорость до 70 километров в час. Все дальнейшие манерапторы относятся к группе под названием паровесы. Паровесы включают в себя инфраотряд под названием дейнонихозавры. Дейнонихозавры делятся на два семейства, большое и маленькое. Большое семейство называется драмеозавриды. Основная отличительная особенность драмеозавридов. Это большой изогнутый коготь, который использовался как оружие или чтобы лазить по деревьям. Хвосты у драмеозавридов были длинные и богато оперенные. Животные могли махать хвостами из стороны в сторону, как собаки. Хвосты драмеозавридов могли использоваться как аэродинамический руль при поворотах на бегу. Размеры драмеозавридов составляли от 60 сантиметров до 7 метров в длину вместе с хвостом. Крупные драмеозавриды охотились стаями, как современные волки. Более мелкие хищники могли лазать по деревьям, как куницы и обезьяны. Многие драмеозавриды быстро бегали, развивая скорость до 70 км в час. Килограммовый микрораптор. Это единственный известной науке живой биплан. У животного было две пары крыльев на передних и задних конечностях. В планирующем полете задние крылья располагались под передними. Взлетать с земли микрораптор не умел, а мог только перепархивать с одного дерева на другое, с потерей высоты. Велоцирапторы были покрыты перьями и весили не более 20 кг. Эти хищники лазили по деревьям, как макаки. Кстати, один из родственников велоцирапторов под названием синорнитозавр являлся самым древним ящером с ядовитым укусом. Вероятнее всего, подобно современным хищным змеям, синорнитозавр использовал свой яд для обездвиживания жертвы, а не для умерщвления. Второе малое семейство от группы дейнонихов – это траадоны. Размеры траадонов также были разнообразны – от полуметра до трех метров. Вес мог доходить до 60 кг. Некоторые виды траадонов подкладывали яйца в гнезда аверапторов, как современные кукушки. Траадон является единственным динозавром, обладающим самым большим мозгом. Есть мнение, что траадон начал эволюционировать в сторону обретения разума. Если бы не произошла катастрофа в конце мелового периода, то, скорее всего, разумная жизнь на Земле появилась бы на 50 или 60 миллионов лет раньше. Отряд зауроподов. Эти животные, подобно современным жирафам, специализировались на поедание ветвей и листьев с высоких деревьев. Размеры юрских макронарий составляли до 44 метров, вес – до 200 тонн. В начале мелового периода на смену брахиозавридам пришли титанозавры, которые отличались маленькими головами, широкой грудной клеткой и более гибким позвоночником. Брухаткаозавр, входящий в эту группу, возможно, является крупнейшим наземным животным за всю историю Земли. Некоторые небольшие титанозавры были покрыты крупной и нетолстой костяной чешуей. Диплодоки, которые специализировались на поедании луговой растительности, в меловом периоде пришли в упадок и в его середине окончательно вымерли. Размеры меловых диплодоков составляли до 20 метров, вес не превосходил 7,5 тонн. Орнитоподы. Эти животные первыми в истории Земли научились пережевывать пищу, что позволило этим существам питаться жесткой растительностью. Появилась небольшая группа меловых орнитоподов под названием игуанодоны. Это были крупные животные до 13 метров в длину и до 6 тонн весом. Гиганты утратили способность к быстрому бегу, но обзавелись защитными приспособлениями. Вероятно, игуанодоны паслись большими стадами и защищались от хищников сообща. Тинонтозавр достигал 8 метров длиной и весил около 1 тонны. У животного не было маскировки и сигналов опасности. Тинонтозавр очень медленно передвигался только на четырех ногах. Но зато травоядное имело необычно длинный хвост, который использовался как оружие. Эволюционная стратегия тинонтозавров оказалась неудачной. В середине мелового периода этих животных съели дейнонихи. Последнее и самое большое надсемейство орнитоподов – это гадрозавры. Гадрозавры могли передвигаться как на двух, так и на четырех ногах. У гадрозавров клюв на морде был полностью сформирован. У некоторых видов клюв напоминал утины, но в глубине рта размещалось до полутора тысяч мелких жевательных зубов, которые постоянно выпадали и заменялись новыми. Гадрозавры могли достигать 6 метров в длину и весить до 23 тонн. Некоторые гадрозавры, например, гриппозавр, вместо гребней отращивали большие мясистые носы. У брахилофозавра на голове была своеобразная костяная шапочка. У брахилофозавров и эдмонтозавров часто встречались онкологические опухоли. Видимо, это был особенный генетический глюк этих двух близких родов. Некоторые гадрозавры обитали в полярных районах. Считается, что на зиму травоядные кочевали в места с более теплым климатом. Маргиноцефалы – это еще одна большая группа травоядных динозавров. Большая часть маргиноцефалов относится к инфраотряду цератопсов, отличающихся от других динозавров характерным клювом, как у травоядных черепах. Как и у орнитоподов, цератопсы были покрыты тонкой чешуей. Цератопсы тоже научились нормально жевать траву и под конец мелового периода тоже вырастили во рту много мелких сменных зубов. Самое маленькое и примитивное семейство цератопсов – это пситокозавры. Всего 2 метра длиной и 20 килограмм весом. На детенышей пситокозавров охотились многие хищники, в том числе и млекопитающие. Почти все пситокозавры погибали в зубах хищников или от природных катаклизмов. Пситокозавры процветали первую треть мелового периода, после чего вымерли. Одновременно с пситокозаврами жили похожие на них ляоцератопс, ямоцератопс, архиоцератопс и аврорацератопс. Эти животные достигали в длину не более 1 метра. Лептоцератопсиды достигали 4 метра в длину и веса в 200 килограмм. На голове у травоядных имелся небольшой костяной гребень, защищающий шею от укусов хищников. Четвертое и последнее, самое многочисленное и эволюционно продвинутое семейство цератопсов. Цератопсиды. Эти животные достигали 12 метров в длину и, весившие до 12 тонн, окончательно разучились ходить на двух ногах, а на голове отрастили не только защитный воротник, но и три рога. Лишь крупнейшие хищные динозавры осмеливались охотиться на огромных и тяжелых цератопсид. Даже в некоторых случаях взрослые цератопсиды представляли собой слишком опасного противника. Среди цератопсидов выделяется подсемейство центра зауринов, представители которого отличаются причудливой формой воротника и иногда наличием на нем дополнительных рогов. Самыми яркими обладателями красивого снаряжения являлись стеракозавры. Стеракозавры имели носовые выросты, рога и шесть роговых шипов на заднем крае костяного щита. Головы животных достигали двух метров в длину. Шипы и рога делали стеракозавров опасными для многих хищников. На этом цератопсы закончились. У маргинацефалов остался один маленький инфраотряд пахицефалозавров. Это небольшие двуногие травоядные весом до 40 килограмм отличались сильно утолщенным черепом, который использовался животными примерно так же, как современные бараны используют свои рога. Самцы пахицефалозавров, вероятно, были среди динозавров абсолютными чемпионами по боданию. Если подобные дуэли действительно происходили, то столь мощная защита должна была мешать драчунам вышибать друг другу мозги. Ведь соперники, вероятно, сталкивались с такой силой, что нагрузки на каждую голову могли быть двадцатикратными. Еще один подотряд под названием тиреофоры. Первые представители тиреофоров, стегозавры, в начале мелового периода начали вымирать и к середине периода полностью вымерли. Место стегозавров заняли анкилозавры. Это были бронированные растительноядные живые танки. В самом начале мелового периода этот инфраотряд разделился на два больших семейства – нодозавридов и анкилозавридов. По меркам анкилозавра броня нодозавридов была легкой. Она защищала лишь верхнюю спину половину тела, и между пластинами при движении образовывались щели. Второе семейство анкилозавров – анкилозавриды. У этих животных броня была намного мощнее. У многих видов на конце хвоста была тяжелая костяная булава, которой они могли ломать кости хищным динозаврам и, если повезет, удачно попасть. В отличие от нодозавридов, взрослые анкилозавриды были практически неуязвимы. На этих существ никто не охотился, но за это приходилось платить меньшей подвижностью. Взрослые анкилозавриды были одиночными животными. Стада образовывали только молодые особи. Размеры анкилозавридов достигали до 9 метров. Вес – до 6 тонн. Появляются птицы, уже умеющие хорошо летать, которые оспаривают небо с более древними птерозаврами, постепенно вытесняя последних. Полностью вымерли археоптериксы. Однако некоторые птицы имели зубы. В меловом периоде появились утки, полулапчатые гуси, гагары и ржанки, почти не отличающиеся от современных версий этих птиц. Это геспирорнисы – первые водоплавающие птицы. Геспирорнисы имели 96 зубов. Молодые зубы росли внутри старых и заменяли, как только старые зубы выпадали. Геспирорнис был очень похож на современную гагару. Передвигаться по суше этой птицы было очень трудно. Поднимая переднюю часть тела и отталкиваясь от земли ногами, геспирорнисы передвигались небольшими прыжками. Однако в воде птица чувствовала себя свободно, хорошо нырял и рыбам было очень трудно избежать его острых зубов. Ихтиорнисы – современники геспирорнисов, были величиной с голубя. Птицы хорошо летали, крылья были сильно развиты, а грудная кость имела высокий киль, к которому крепились мощные грудные мышцы. На клюве ихтиорниса было много мелких загнутых назад зубов. Небольшой мозг ихтиорнисов напоминал мозг присмыкающихся. В поздний меловой период появляются беззубые птицы, родственники которых фламинго, существуют и в наше время. Небо мелового периода по-прежнему патрулировали птерозавры. Со времен Триаса птерозавры проделали длительный эволюционный путь, и теперь среди летающих хищников возникло множество новых форм. Рамфаринхи вымерли в самом начале мелового периода. Остались только птеродактили. Первое семейство птеродактилей – это истиодактилиды с утиными клювами, внутри которых прятались зубы. Размах крыльев составлял 5 метров. Орнитохейриды – размах крыльев мог достигать 12 метров. Они отличались характерным вертикальным гребнем на конце клюва. Гигантскому орнитохейрусу посвящена целая серия прогулок с динозаврами. Птерано-донтиды с размахом крыльев до 9 метров имели на своей голове большой и иногда причудливый гребень. Гигантская бесхвостая рептилия птеранодон из семейства птеродонтит летала над океаном и питалась рыбой. Птеранодон – один из наиболее высокоразвитых птерозавров. Вероятно, гигант использовал свои громадные крылья размахом до 18 метров, чтобы свободно парить над океаном. Часть рыбы, пойманной в море, была в специальной горловой сумке, чтобы накормить своих детенышей. Ктеночазматоиды – это были сравнительно небольшие зубастые птеродактили. Этот птеродактиль, подобно фламинго, бродил по мелководиям, процеживал воду через большой клюв и отфильтровывал рачков, которых ел. Джунго-рептироиды с размахом крыльев до 3,5 метров имели характерные клювы. Длинные и острые на конце, но прочные и массивные у основания. Джунго-рептироиды специализировались на поедании моллюсков, крабов, морских ежей и других подобных животных. Среди джунго-рептироидов выделяется немиколаптерус, переселившийся в лес, уменьшившийся до размеров воробья и практически неотличимый от маленькой птички. Этот птеродактиль, однако, быстро вымер, не выдержав конкуренции с настоящими маленькими птичками. Тапижориды с размахом крыльев до 5 метров отличались огромным метровым гребнем парусом на голове. Аждорхиды, имевшие размах крыльев до 14 метров и весившие до 250 килограмм, были наиболее продвинутыми морскими птеродактилями с длинными беззубыми клювами и аэродинамически идеальной формой тела. Кецокуатль был крупнейшим летающим существом всех времен, но птеродактиль-гигант летал не очень хорошо и вел образ жизни аиста, а не альбатроса. Теперь вернемся к последней большой группе меловых архозавров. Это крокодиломорфы. Морские талатазухи до 6 метров в длину вымерли в самом начале мела, а маленькие метровые примитивные протазухи постепенно вымирали, но все-таки дожили до конца мелового периода. Место протазухов и ранее вымерших свеназухов заняли натазухи. Натазухи – это тоже сухопутные крокодилы, но чуть-чуть более продвинуто устроенные. В длину натазухи достигали до 4 метров. Морелиазух и симазух перестали быть хищниками и в основном употребляли в пищу фрукты, орехи и корнеплоды. Были среди натазухов и растительноядные виды. Армадилазух представлял собой мезозойский аналог современного броненосца армадила. Маленькие пейрозавриды отделились от натазухов в конце мелового периода и заняв экологическую нишу лисиц и шакалов. Ниазухи достигали до 10 метров в длину и считаются прямыми предками современных крокодилов. Ниазухи почти не отличались от ныне живущих потомков. Самым крупным из ниазухов считается 10-метровый стоматазух. Стоматазух отказался от хищного образа жизни и стал питаться планктоном. Возможно, стоматазухов ели спинозавры. Среди меловых завроптеригий львиную долю составляли плезиозавры с длинными шеями и маленькими головами, питавшиеся мелкой рыбой и моллюсками. Эти животные не могли быстро плавать, но были очень маневренны. Плезиозавры послужили прототипом лохнесского чудовища. Но в отличие от этого мифического персонажа, плезиозавры не могли высоко высовывать головы из воды и глазеть по сторонам, так же, как плывущий человек не может высунуться из воды по пояс и осмотреться. Эласмозавриды – это самое большое семейство меловых плезиозавров. Животные достигали в длину до 20 метров и весили до 14 тонн. Либонектес отличался очень жесткой шеей, неподвижной почти на всю длину. Поликотилоиды достигали длины в 6 метров и отличались более короткими шеями и более крупными головами. Чешуйчатые рептилии из большой группы липидозавроморфов Мозозавры – это очень крупные морские ящерицы, обитавшие в меловых морях. Хищники-гиганты заняли экологическую нишу морских крокодилов и были на вершине пищевой цепи. Это были весьма агрессивные животные. У многих мозозавров на костях обнаруживаются следы заживших переломов и укусов, явно полученных в драках себе подобными. Мозозаврины до 15 метров в длину считаются типичными, как бы эталонными мозозаврами, занимающими среднее положение по большинству характеристик. Плиоплатикарпины до 7 метров – это были относительно небольшие мозозавры, питавшиеся мелкой рыбой и моллюсками. Крупнейшими из мозозавров меловых морей являлись телозаврины, размеры которых достигали 17 метров. Хищники охотились на самую крупную добычу. К примеру, хайнозавр ел даже морских черепах. Ученые провели анализы останков одного телозавра. Точно известно, что хищник съел перед смертью. Это акула, несколько костных рыб, птица геспиорнис наподобие пингвина, и маленького мозозавра другого вида. Второй половиной родов чешуйчатых рептилий мелового периода являлись ящерицы, а также только что отделившиеся от них змеи и двуходки. В то же время появились первые вараноподобные. Каганас имел размер длиной до 1 метра вместе с хвостом и являлся первым вараном на земле. Ксиангалонг являлся первой игуанообразной ящерицей, которая могла совершать планирующий полет с дерева на дерево. Ихтиозавры на протяжении мелового периода постепенно вымирали и в конце периода окончательно вымерли. Меловые черепахи практически не отличались от современных. Размеры меловых черепак варьировались до четырех с половиной метров. Вес достигал двух тонн. Большинство видов вели водный образ жизни. Первые зверообразные животные появились еще в триасовом периоде, более 200 миллионов лет назад. Это были маленькие, робкие зверьки, проводившие большую часть времени в поисках насекомых, которыми питались. За последние 100 миллионов лет зверообразных эволюция почти не коснулась. В первой половине мелового периода в среде этих незаметных млекопитающих стали происходить серьезные эволюционные процессы. Появились первые сумчатые и плацентарные млекопитающие. Именно этим группам животных в конце мелового периода и начале Кайнозойской эры суждено было стать преемниками динозавров. Сумчатая ветвь породила почти современных опоссумов, а яйцекладущая ветвь почти современных утконосов. В конце мелового периода произошло нечто весьма странное и загадочное. В морях и океанах в одночасье исчезли белемниты, аммониты, плеозавры, плезиозавры, ихтиозавры и мозозавры. На суше внезапно вымерли все динозавры, а в небесах после окончания мелового периода не осталось ни единого птерозавра. Ученые уже не одно десятилетие ломают голову над разгадкой тайны этого массового вымирания. Это было второе масштабное вымирание жизненных форм на нашей Земле за всю историю жизни на планете. Существует много гипотез относительно причин вымирания динозавров. Одни исследователи считают, что основной причиной этого были млекопитающие, которых много появилось в конце мелового периода. По мнению других исследователей, основной причиной массовой гибели динозавров стало резкое изменение физико-географических условий в конце мелового периода. Похолодание и засухи привели к резкому уменьшению количества растений на Земле, вследствие чего гиганты-динозавры начали ощущать нехватку пищи. Вслед за травоядными вымерли и хищники. Вдобавок предполагается, что к происходившим глобальным климатическим изменениям произошло столкновение Земли с гигантским астероидом, приведшим к окончательному вымиранию множество видов. Понравилось видео? Ставьте палец вверх и оставляйте комментарии. Не забудьте подписаться на канал, если еще этого не сделали, а также бейте в колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео от канала Реальное Нереальное. Субтитры создавал DimaTorzok